На протяжении более чем 30 лет фильм «Один дома» является неотъемлемой частью Рождества не только в Америке, но и во всем мире. Маколей Калкин, исполнивший роль мальчика Кевина, для многих семей стал символом этого праздника. Однако, несмотря на успех и признание, сам Маколей Калкин никогда не хотел такой жизни. Стать успешным актером мечтал его отец, а не сумев, решил навязать эту мечту своим семерым детям. И именно Маколей стал самым успешным из них. Его взлет как актера-ребенка был настолько резким, что уже к 13 годам он присытился от внимания и захотел перестать сниматься в кино. И именно с этого началось столь же резкое падение Калкина от суперпопулярной звезды до очень печального персонажа, рядом с фамилией которого в заголовках неизбежно оказываются такие слова, как наркотики, аресты, а также публичные насмешки и совсем уж странные слухи про отношения с Майклом Джексоном. Такой обернулась жизнь Маколея Калкина, жизнь, которую он никогда не хотел. Так что, ребята, как вы уже понимаете, сегодня очень интересный выпуск. Тяжелая судьба Маколея, нашего героя, но перед тем, как все послушать и посмотреть, давайте посмотрим рекламу. Сейчас тяжелые времена, многие из вас хотят все бросить и начать новую жизнь. Но, к сожалению, работа этого не позволяет, ведь вы привязаны к одному месту. И сейчас идеальный момент начать зарабатывать в интернете. Skillbox запустил профориентационный курс, который поможет определить ваш профессиональный путь с учетом личных интересов и жизненных обстоятельств. Вам всего лишь нужно пройти бесплатный трехчасовой курс, и вы получите подборку из четырех профессий. Возможно, вы прирожденный маркетолог, дизайнер, программист или разработчик игр. Вы это поймете после теста. Не тратьте время на нелюбимую работу, начните менять жизнь к лучшему уже сейчас вместе со Skillbox. Курс разработан экспертами, профориентологами и психологами. Каждый, кто его пройдет, получит скидку 60% на обучение по профессии. Переходите по ссылочке в описании или по этому QR-коду на бесплатный курс и измените свою жизнь уже сегодня. У его родителей, Кита и Патриции, было семеро детей. Шейн, Дакота, Макалей, Киран, Куинн и Рори. Все они получили, мягко говоря, тяжелое воспитание. Они в девятером жили в съемной квартире без дверей, за исключением ванной. Но и та была без замка. Несмотря на столь неподходящую обстановку для воспитания растущих детей, Калкины и не думали останавливаться, рожая снова и снова. Уже в четыре года Макалей стал играть на сцене, в телевидении и кино. В том числе были и успешные для тех лет проекты, например, Ракета на Гибралтар и Дядюшка Бак. Однако это связано не с врожденной тягой мальчика к актерскому мастерству, но с неисполненной мечтой его отца, Кита, который всегда хотел сниматься в кино, так как сам был танцором и актером. Пиком его карьеры стали две роли. Статист в бродвейском спектакле «Вессайская история» в 1961 году и роль графа Глостера в спектакле «Король Лир». В «Короле Лир» на Бродвее он играл Глостера. В момент, когда тому выкалывают глаза, он так увлекся игрой, что крепко-крепко закрыл глаза. Спектакль был камерный, и он с закрытыми глазами подходил все ближе и ближе к краю сцены. И, будучи полностью увлеченным игрой, не заметил, как, натурально отыгрывая слепого, свалился со сцены прямо на первые ряды. Упав, он повредил себе что-то и уже не мог продолжать играть. А это была премьера спектакля, и, видимо, ему стало настолько стыдно, что он больше никогда не играл. Кит так и не оправился от стыда за этот инцидент и начал транслировать свои несбывшиеся мечты на детей. Первым под раздачу попал старший сын Шейн Калкин. Изначально ставка была именно на нем, как казалось, будущем успешном актере и танцоре. А следующих по старшинству братьев Макалея и Кирана просто брали с собой на репетиции. Балетные классы, театральные и кинопробы. Макалея и Киран чувствовали себя запасными. Киран вспоминает о тех временах так. Мои родители руководили камерным театром The Light Opera of Manhattan. И всякий раз, когда для постановки требовался ребенок, они спрашивали, а какого возраста и пола нужен ребенок? У нас их семь. В итоге дети Калкиных часто становились реквизитом для постановок. На удивление родителей наиболее способным оказался не старший сын Шейн, а Макалей Калкин. После того, как он снялся в дядюшке Байке, собравшем 67 миллионов долларов в прокате, семья Калкиных экономически стала полностью зависеть от доходов с ролей Макалея. Хотя отец не видел в Макалее то, что видели остальные, он понял, что Макалея и его билет в Голливуд. Так они и выбрались навстречу той роли, которая навсегда изменила жизнь всей семьи Калкиных. Готовясь к путешествию с семьей по Европе, сценарист и продюсер Джон Хьюз составлял список того, что нужно не забыть взять с собой. В шутку он записал в этот список из своих детей. И тут к нему пришла идея. А что будет, если я оставлю своего десятилетнего сына дома? Что может произойти? Так простая мысль быстро превратилась в восьмистраничный черновик, который позже лег в основу сценария фильма «Один дома». Хьюз написал персонажа Кевина Маккалистера специально под Макалея Калкина, так как уже работал с ним над дядюшкой Баком. Блокбастер «Один дома» вышел на экраны в ноябре 90-го года и стал третьим по сборам фильмом за всю историю после «Инопланетянина Спилберга» и «Звездных войн». В мировом прокате он заработал почти 500 миллионов долларов. Макалей в одночасье стал одним из топовых актеров и знаменитостей. В этом самом первом интервью Калкина создается ощущение, что его не волнует успех фильма. И хотя, может, он и просто нервничает, ему, вероятно, было все равно, потому что для него это было обычной рутиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Макалею не давали решить, будет он сниматься или нет, какие роли он будет играть. Он просто получал указания и выполнял их как робот. Именно это стало камнем преткновения между ним и отцом. Семья Калкиных еще не стала богатой. Макалею заплатили всего 100 тысяч долларов за фильм «Один дома», и отец понял, что нужно ловить удачу за хвост. Он тут же договорился о съемках в фильме «Моя девочка», за которые Макалей получил уже полтора миллиона долларов. В то время законы о детском труде позволяли ребенку работать по 10 часов в день, при условии, что родитель или опекун сопровождает ребенка в течение всего времени. Таким образом, отец Макалея потерял возможность работать, и ему ничего не оставалось, кроме как поставить актерский доход сына на поток и всюду сопровождать его. Макалей говорит, что хотя он проводил много времени с отцом, они не были близки. Все это время вы недолюбливали отца? Да, и я ему тоже не нравился. Это было обоюдно. Но представьте, что человек, который не нравится вам, и который, скорее всего, недолюбливает вас тоже, становится прикован к вам, так как теперь вы источник его заработка. И вот мы катаемся по стране, и я все время нахожусь будто запертым в комнате с человеком, с которым мы друг друга недолюбливаем. Это усугублялось чувством зависти с его стороны. Ведь все, о чем он так мечтал, исполнилось для меня, когда мне было 10 лет. Откровенно говоря, он был плохим человеком, жестоким и в физическом, и в психическом смысле. Будто хуже быть уже не могло, но тут Макалею пришлось столкнуться с последствиями своей славы, и на улице вокруг него происходили столпотворения. Я работал на улице, и этот человек говорит, Макалею некогда было спрятаться от мира. Все считали, что он должен быть счастливым, раз на него свалился такой успех. Никто, включая братьев и сестер, не понимал, что на самом деле чувствовал мальчик в это время. Никто, кроме одного человека. Единственным, кто смог понять Макалея Калкина, был Майкл Джексон. Как и отец Калкина, отец Джексона хотел вывести семью из нищеты за счет успеха и славы. Отец Майкла Джексона обучал своих детей танцем и пению. Если они ошибались во время репетиций, он бил их пряжкой ремня, электрическим шнуром или деревянной веткой. Особенно отец издевался над Майклом, подразнивая его за внешность и лишая уверенности в себе. Детство Майкла и Макалея прошло в среде постоянного презрения со стороны отцов, несмотря на то, что именно они обеспечивали семью материальными благами. Майкл в то время был единственным человеком, с которым Макалей мог общаться. Но эти отношения были сопряжены с одной очевидной странностью. Майклу было 33 года, а Макалею 10 лет. За эти годы Майкл подружился со многими детьми, приглашая их и их семьи в печально известный Неверленд, ранчо с парком развлечений и поместьем музыканта. Он проводил много времени с детьми, некоторые из них оставались в ранчо на ночь. Родители Калкина были не против такой дружбы. Макалей даже утверждал, что спал в кровати Майкла около 10 раз. На протяжении всех взлетов и падений Майкла Макалей был рядом с ним. Калкин никогда публично не порицал его, у него остались только положительные воспоминания о музыканте. В 2005 году во время обвинений в сексуальном домогательстве Калкин под присягой дал показания, где назвал все обвинения нелепыми и лживыми. Привет, парень. Фильм «Один дома 2» стал прямым продолжением фильма 90-го года и тоже стал суперхитом. За фильм Макалей получил 4 миллиона долларов, а в прокате фильм собрал 359 миллионов долларов. Поначалу фильм критиковали за то, что его сюжет практически полностью воспроизводит сюжет первой части, с небольшими изменениями. Но фильм прошел проверку временем и для многих именно «Один дома 2» стал лучшей частью всей саги. Фильм значительно повысил рейтинг актера. Макалей стал официально самым успешным и оплачиваемым ребенком в Голливуде со времен Ширли Темпл. По сей день сложно назвать более культового актера ребенка, чем Макалей Калкин. Его отец также приобрел высокое влияние в Голливуде, ведь чтобы поработать с Макалеем, продюсерам сначала приходилось договариваться с его отцом. В 93-м году журнал «Премьер» признал Кита Калкина 48-м среди самых влиятельных людей в Голливуде. В этом списке он опередил Майкла Дугласа и Эдди Мерфи. Руководство студии часто жаловалось на то, что Кит стремится повлиять на творческие процессы в фильмах, где снимается Макалей. Властный характер Кита позволил быстро нажить себе врагов. И продюсеры, и отец Макалея не знали, что в 12 лет он будет на пике своей карьеры, которая тут же полетит вниз по наклонной. В фильме «Добрый сынок» 93-го года Макалей сыграл убивающего людей ребенка-психопата по имени Генри. Фильм собрал 60 миллионов долларов, что показалось огромным шагом назад по сравнению с одним домом. Но если учесть, что фильм снят в совершенно другом жанре и не привязан к Рождеству, это все еще очень хорошие показатели. Макалея по-прежнему любили за его игру, а большинство негативных отзывов было связано с сюжетом. К 93-му году Макалей просто устал и отчаянно упрашивал отца о перерыве. Он просто хотел пойти в школу. Он говорил «Да, конечно, но я тут же оказывался на следующей съемочной площадке, играя очередную роль». И в моем мозгу просто щелкнуло «Ладно, я практически не способен повлиять на то, чтобы это прекратилось». «Я зарабатывал бог знает сколько денег, а отец мог взять и отправить меня спать на диване, просто потому что мог». «Просто, чтобы все знали, кто здесь главный, и что если он не хочет, чтобы я спал в кровати, то я не буду спать в кровати». «Щелкунчик», «Как справиться с отцом», «Повелитель страниц», «Богатенький Ричи» – все четыре фильма вышли на экран в 94-м году. И тут стало очевидно, что мир устал от Макалея Калкина. За каждый фильм он получал по 8 миллионов долларов, что эквивалентно 16,5 миллионов долларов в пересчете на 2023 год. Фильм «Богатенький Ричи» стал единственным по-настоящему успешным фильмом из них, собрав 75 миллионов долларов в прокате. И то потому, что повторяет формат фильма «Один дома». Стало очевидно, что Макалей Калкин не может повторить успех фильма «Один дома» в рамках другого проекта. «Знаете, в тот момент мои родители наконец решили завязать со всем этим. Это было одно из лучших событий в моей жизни. Я смог отойти от дел, взять перерыв на некоторое время, и в конце концов я просто сказал, что с меня хватит. Сказал, что надеюсь, что они заработали свои деньги, потому что от меня они больше ничего не дождутся. И тогда я сделал перерыв на 8 лет. Да. На тот момент это было лучшее событие в жизни Макалея. Это было последней каплей для его родителей. Они подали на развод, что привело к широко освещаемой борьбе за право опеки над Макалеем. Он не хотел оставаться с отцом, но мать потратила все свои деньги на адвокатов, и Макалей понял, что единственным способом сохранить доступ к своим деньгам будет юридическое исключение обоих родителей из страстового фонда. Он нашел юристов, которые помогли ему сберечь деньги и сохранить для себя многомиллионное состояние. Отец Макалея, Кит Калкин, так и не пришел на финальное заседание суда, зато успел стащить все памятные вещи Макалея из дома. После этого многие годы никто из семи так и не видел Кита. Для него дело было не в деньгах. Он был помешан на том, чтобы контролировать все вокруг себя. Как только он потерял контроль, он решил сбежать. Учитывая репутацию Кита в Голливуде, а там практически каждый мог похвастаться неприятным опытом общения с отцом Макалея и неудачи последних работ, Макалеи наконец смог расслабиться и заняться тем, чем занимаются все обычные дети его возраста. Он пошел в школу. Школа привлекала мальчика в первую очередь по чисто социальным причинам. Кроме того, в 17 лет он женился на Рэйчел Майнер. Он вел крайне контркультурный образ жизни. Красил волосы в розовый, курил, выпивал, тегал краской стены и паркоматы. Он пытался прожить жизнь полярно противоположную той, что была в его детстве. И у него было достаточно денег, чтобы относиться ко всему несерьезно, как хобби. СМИ, в свою очередь, не отступали от него ни на шаг и постоянно критиковали его. Он был на первых страницах «Желтой прессы» рядом с Бритни Спирс, Линдси Лохан и Пэрис Хилтон. Надо ли говорить, что истории СМИ были выдуманными или раздутыми? Калкин говорил тогда, «Я никогда не делал ничего сверх того, что делал любой подросток из верхнего Уэстсайда. Мы не сидели на корточках в углу дома со шприцом в руке». Эта фраза была произнесена Калкиным в 2001 году. 21-летний Калкин вспоминал о тех временах, как о самых темных в его жизни, и не подозревал, что худшее ждет его впереди. Спустя два года он решил, что может выйти из тени и вернуться к съемкам. Возможность красиво вернуться бывает в жизни всего один раз, и кажется, он ее упустил. Он снялся в фильме «Клубная мания», тут же разгромленным критиками и еле собравшим миллион при бюджете в 5 миллионов. Страшнее для Макалея Калкина было то, что публика уже не ждала его. Он был уже слишком взрослый, чтобы обращаться к более молодой аудитории, а те, кто любил его по детским ролям, уже давно переросли его. Пытаясь спасти положение, Калкин снялся во второстепенной роли в комедии «Спасенная». Фильм восприняли сдержанно, но фильм оказался заметно успешнее предыдущего. Плюс критики положительно оценивали игру Калкина. И тут очередная неудача. Макалея арестовывают за хранение наркотиков. В тот вечер он с другом ехал на машине в Оклахома-Сити. Их остановили за превышение скорости и нашли в машине 17 грамм марихуаны, 8 таблеток Санокса и 16 таблеток Кланопина. В то время пресса трубила о том, что Калкин стал очередной непутевой звездой. Сам он считал, что история с его арестом была раздута до неузнаваемости. Они выставляли меня в куда худшем свете, чем было на самом деле. Как будто все они ждали какой-то такой истории. И в каком-то смысле я был рад, что дал им повод, которого они так хотели. Он думал, что хуже уже не будет, но худшее все еще было впереди. В 2002 году он развелся со своей женой и начал отношения с милой Кунис. Они не афишировали свою личную жизнь. Они оба выросли как звездные дети и эмоционально поддерживали друг друга. За 7 лет отношений они никогда не снимались для прессы и лишь изредка фотографировали друг друга. Считается, что Макале неоднократно делал ей предложение, но она всегда говорила нет. А в 2008 году в семье Калкиных произошла настоящая трагедия. Старшая сестра Макалея Дакота погибла в автокатастрофе. На пути из бара домой, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу, Дакоту насмерть сбил автомобиль. Водитель пытался оказать первую помощь, ее быстро доставили в больницу Калифорнийского университета, но Дакоту не удалось спасти. Она погибла от обширной травмы головы. Это было ужасной трагедией для всей семьи. Для Макалея она усугубилась окончательным расставанием с милой Кунис. Это был ужасный разрыв, и я повела себя просто по-скотски. В 20 лет я вела себя как сволочь, я это признаю. Мне потребовалось много времени, чтобы признать и принять это. И теперь я это пережила. Но то, что я сделала, тогда было по правде ужасно. Кажется, Мила намекает на то, что она могла изменить Макалею, или по крайней мере бросить его в самый уязвимый момент его жизни. После всех этих событий, публичные фотографии Калкина стали вызывать опасения за его состояние. Он выглядел очень худым, нездоровым, был похож на человека, сидящего на веществах. В СМИ появились заголовки, что Калкин пристрастился к героину, и ему осталось жить всего 6 месяцев. В подобных статьях не было никаких доказательств этим утверждением, кроме одного единственного ареста за хранение наркотиков. К тому же, много лет спустя он сказал, «Я бы не был тем человеком, которым являюсь сейчас, если бы в моей жизни в тот или иной момент не было веществ». Макалею признает, что это был самый мрачный период его жизни. Он практически ничего не ел, не мог спать, не видел смысла просыпаться по утрам. За этим последовал еще один удар. В 2009 году скончался друг всей его жизни, Майкл Джексон. Тьма нависла над ним на долгие годы. Он по-прежнему хотел, чтобы его оставили в покое. Но СМИ использовали любую возможность, чтобы написать что-нибудь о проклятом звездном ребенке. В те годы он основал музыкальную группу «Пицца Underground», где исполнял каверы на известные песни, перемешивая это с тематикой пиццы. Исполнять музыку с пиццей на лице и играя на игрушечной трубе, наверное, очень наглядный способ заявить миру «Оставьте меня, наконец, в покое, мне на вас все равно». А в 2013 году он неожиданно переезжает в Париж. Я ехал туда с надеждой, что меня там никто не узнает и я буду жить спокойно. Конечно, меня там узнавали, но всем было пофиг на меня. И я думал «Люди, где же вы были всю мою жизнь?» Маккалей отчаянно искал спокойной, нормальной жизни и нашел ее во Франции. Он прожил там 4 года вдали от камер, от слухов, просто прогуливаясь по Парижу с багетом под мышкой и смешиваясь с толпой. В те годы его отец заявил, что не считает Маккалей своим сыном, что, скорее всего, взаимно и со стороны Маккалея. А потом он вернулся в США. Поводом стала встреча с его нынешней женой Брэндой Сонг. Они познакомились на съемках в фильме «Земля перемен». Его жена тоже актриса, ее самая известная роль была в жизни Зака и Коди. Оба звезды с детства, они сблизились на фоне общего жизненного опыта, и Маккалею еще долго казалось, что их отношения выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой. Он боялся, что, как и другие женщины, она уйдет из его жизни. Но этого не произошло, а спустя время они обручились и были счастливы, как никогда раньше. После травмы юности Маккалей был уверен, что никогда не заведет собственных детей. Но в счастливом браке он решился и на этом. В 2021 году у них с Брэндой родился сын. Они назвали его в честь сестры Маккалея Дакоты. Отношения с Брэндой вдохнули в него новую жизнь. Он стал заниматься новыми творческими проектами, как то комедийный подкаст «Кроличьи ушки», озвучка или собственные роли на телевидении. В 2021 году Калкин появился в 10 сезоне «Американской истории ужасов». Его персонаж, Микки, быстро полюбился фанатам, и они высоко оценили его игру. С момента знакомства с Брэндой он остается достаточно активным в соцсетях, участвует во многих подкастах и интервью. Кажется, что новая семья вселила надежду в 42-летнего парня. Отец Калкина, Кит, напротив, пребывает в бедственном состоянии. Маккалей, тем не менее, исключил все возможные встречи ребенка с его дедушкой. Учитывая то, каким было детство Маккалея, сложно винить его за такое решение. И все же, несмотря на тяжелое детство, несправедливые отношения и предрассудки со стороны общества, вероятные эпизоды наркотической зависимости, пик слабы в 12 лет и резкое падение вниз многие годы после, Маккалей Калкин благодарен за то, как сложилась его жизнь. Он не выбирал такую жизнь и был рожден будто бы только для того, чтобы исполнить мечты своего отца. Но Маккалей смог достичь того, что и не снилось его отцу уже в возрасте 10 лет. И с тех пор, пережив много трагедий и травм, он уже строит жизнь на собственных условиях. Пока.